добрый вечер петр добрый вечер мы когда в январе с вами общались мы общались тет-а-тет сегодня нас будет четверо вот двое общей да да они бездомные нам их привозят из фонды девс наши партнеры и мы предлагаем их зрителям скажем вот такие котята общались вот с таким котом их капитализацию сразу возрастет и даже имен нет так что их назовут так как сочтут нужным зрители за это время насколько прошло уже больше больше полугода да нет больше полугода и на варь месяц сейчас у нас июль да в разгаре я во-первых обратил внимание до эфиром сказал что вы похудели заметно и постриглись начнем со стрижки вы у вас есть мастер постоянный нет зайти я хотел разрушить свой личный стереотип что меня должны стричь только гримеры пользоваться преимуществами своей профессии вот и хотел сходить в парикмахерскую и как в какой-нибудь там салон какому-нибудь мастеру высшей квалификации какой-то но как положено дождя да тут недавно мне позвонил гошу куценко вечеру и сказал петя что ты делаешь завтра я сказал гошу меня завтра спектакль в это у тебя же в семь часов начала спектакля и куда у меня в семь часов начала спектакля все ты успеваешь его как что их что я успеваю надо там сняться срочно в кино я был как все ну ладно тебе перезвонят мне пришлось на следующий день быстро вернее ночью выучить текст быстро приехать на съемочную площадку и там меня подстригли тоже очень быстро прям очень быстро я вошел это это было я в готовка когда кроя потому что там надо было немножко изменить образ как когда вы стали парикмахер и гошу куценко это я душа может логично порекомендовал свою парикмахер очень логично у него супер мастер мне да да ну кстати это действительно там же надо брить как-то голову то есть а там существует в ваши какие-то не обязательно спрашивал процесс хорошо а насчет вот достаточно актуальный вопрос насчет того как похудеть можно что то что для этого делают звезды такой вот эта рубрика просто для бульварного здания звезды худеют я очень просто отношусь к этому я во-первых внутренне сам себе говорю что мне это сделать очень просто элементарно то есть само внушение как ну да какой то такой поэтому если я набираю там килограмм то что поесть я люблю в общем вкусно люблю поесть я вижу например утром стою так смотрю изменилась линия линия живота изменилась немножко ушли кубики все стало гладко ровно я си говорю что ну это за неделю я все это сброшу в общем конечно за неделю это возможно сбросить только если неделю вообще ничего не есть я просто начинаю себя чуть-чуть ограничивать и стараться не есть на ночь какие летом планы рабочие или вы отдыхаете или работаете летом вот я имею ввиду вторую половину лета которая с конец июля август ну до конца июля я работаю у меня еще несколько спектаклей осталось минут отыграть поэтому я никуда уехать не могу в августе у меня начинаются съемки в телевизионном сериале геракл я не знаю изменится название изменится возможно это рабочее название это исторически какой-то вот и понимаете я думаю что название все-таки изменится потому что сразу же связано с мифологией это не связано с мифологией я бы очень хотел чтобы это было связано с мифологией может быть тогда и написано бы это было другим языком немножко но это не связано с мифологией это современная история единственный не единственный а один из плюсов того что я приму там участие в том что я буду играть роль ветеринара так а я этого никогда не делал и мне придется видимо лечить животных я пока еще нет или я думаю что сельскохозяйственных животных так а то есть вы прям ветеринар 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 а геракл это что это кличка быка колхозного героя откуда вообще понимаете дело в том что я герой одной серии вниз и мне сложно сказать понятно эти вопросы тогда снимают нет я думаю что вы вы же обычно в сериалах ваши ключевые роли нет моя жизнь разнообразно понятно вы никуда отдыхать не не собираетесь ехать дело в том что мне сложно из-за этого планировать потому что сроки съемочного периода как как обычно не конкретное поэтому я не могу точно вот назвать какие даты там это у меня свободно это у меня заняты и потом это будет сниматься не в москве поэтому это выездная сессия а где здесь предположительно это нижний новгород а ну говорят что смена обстановки это отдых так что вы здесь совместите но делать делать что я могу совместить это с отдыхом потому что у меня дача находится под владимиром и в общем это по дороге в нижний новгород ну да и можно туда-сюда есть можно скорее всего скорее всего свободное время я проведу там а почему дача под владимиром достаточно далеко все таки сто шестой километр сто шестой да сколько вы время тратить на дорогу если свободная дорога что бывает крайне редко потому что владимирский тракт всегда был перегружен где-то по свободной дороге полтора часа максимум получается если пробки тогда можно и шесть часов добирать полтора часа это красота это в мазаре по пробкам иногда зимой на работу полтора часа это дачи с каких-то давних времен да это с 89 года советских времен фактически нет даже не с 80 с 85 года какой каков генезис как происхождение откуда понимаете скажем так я я так называю моя дача дача которую купил мой дядя с моей тетей в 85 году что-то вот им пришло в голову они купили ее за скажем так они продали видеомагнитофон и купили землю до времена это возможно было то что захотелось какой-то тоже смены обстановки тогда еще не был железный занавес открыт настолько чтобы можно было позволить себе ездить туда туда сидеть в душном городе уже не хотелось потом продовольственная проблема тогда было в то время карточки все остальное и поэтому надо было что-то делать надо было что-то выращивать а то есть это утилитарная была такая ведь тогда просто тогда а сейчас это газонообразная территория то есть не осталось никаких садовых стулка несколько грядок с огурцами их поддерживает как раз дядя то что не я и моя мама этим занимаются нам приятно проводить там время дышать свежим воздухом грибные места там потрясающе то есть это не какой-то звездный поселок где живут там то есть а нет это под звездами это под звездами там всегда темные там так как освещение очень мало в этом районе то звезды очень хорошо просматриваются млечный путь вы когда в царе приезжаете вас не одолевают с автографами то есть там вас не как-то там все свои а там там все да да приходишь там шортов ведь я воспринимают как своего человека и не связывают тебя с телевидением с кино с театром а вообще вам приятно внимание поклонников но если оно понятно мы говорим не о навязчивости а когда просто на улице там улыбаются узнают или это все-таки достает да нет я не могу сказать что этот достает если если это вот как вы говорите не навязчиво если это просто как знаю вы смотрели ваше кино там или ваш спектакль то это очень приятно это значит что что-то у меня в моей профессии получается я просто обратил внимание что после нашего январского эфира он появился на несколько форумах там и ваши поклонники поклонницы в основном рассуждали обсуждали делились впечатлениями ссылками и мне кажется что у вас в общем как-то вот контингент фанаток и фанатов он достаточно высоким таким образовательным центром то есть вот это это люди которые не просто не только на внешность ведутся но и на какие-то ваши в общем способности и таланты мне актера мне тоже так кажется мне бы хотелось чтобы это именно так и было но ним не бывало у вас вообще в жизни никогда эксцессов с фанатками ну чтобы кто-то приезжал домой там какие-то там писались письмо там честно нет нет не было и я могу сказать что даже такие ситуации когда накануне моего дня рождения это в июне да прям начали юночили зрители приходят на спектакль и после спектакля либо до спектакля они подходят и спрашивают извините а можно вас вот поздравить с днем рождения когда у вас будет день рождения если у вас будет так ли в этот день там и перед или после можно к вам подойти поздравить вас с днем рождения что мне очень приятно потому что я понимаю, что они с уважением относятся и к своей личной жизни, и к моей личной жизни. А у вас бывает формат творческих встреч? То есть, когда вы встречаетесь со зрителями, с поклонниками, просто вот общаетесь с ними, не играете, или вы не практикуете такое? Ну, я еще могу ответить на этот вопрос только так. Я еще пока не дорос до этого. Скажем так, я сам себе не могу еще этого позволить. Я к чему? Я захожу к вопросу издалека. У меня в гостях был Гармаш, и он как раз приехал после вот такой встречи к нам в студию, и он совершенно был перепахан одним из вопросов, которые ему задали. А вопрос был по мне достаточно простой, думаете ли вы о смерти? Меня удивило, что он как раз человек с большим жизненным багажом, опытом, и получилось, что он как-то раньше не задумывался о смерти. Я к чему говорю? Вы думаете о смерти? Ну, я как Гармаш, я тоже не задумывался об этом. Тоже задумывались. Да, ну, мне вообще очень сложно понять это и принять пока. Ну, может быть, в силу моего возраста, может быть, в силу моего характера. Потому что, к сожалению, мы все, ну, не то чтобы к сожалению, а так устроена жизнь, что она заканчивается. И поэтому... Разные теории есть по этому поводу. Ну, нет, я имею в виду, вот в данном, вот я, я как человек, я могу потерять другого человека визуально. Да, я продолжаю о нем думать, я продолжаю его помнить, но его на этой земле нет. И мне пока очень сложно с этим смириться. Потому что, например, когда умерла моя бабушка, она жила... Извините, как давно это было? Сколько вам было лет? Это было... Мне было 23 года. Умерла моя бабушка, и она жила в Балашихе. Я всегда, когда приезжаю в Балашиху, там, повидаться с мамой, ну, просто заехать в гости, там, привезти внучку, мне все время кажется, что сейчас дверь откроет моя бабушка. Я не могу себе сказать, что этого не будет. Я не могу, я все время это чувствую, да, до сих пор. Хотя прошло очень, ну, прошло 13 лет прошло уже. А я все равно с этим ощущением живу. И мне сложно... Значит, вы думаете о смерти? Да? Это называется... Мне кажется, что я думаю о жизни. Ну, можно и так сказать, но вы думаете о том, что есть точка какая-то. Вот на данном отрезке существования какая-то точка, и она вот там... С вашей бабушкой этот рубеж пройден, эта точка поставлена. Но с другой стороны, я думаю, что, может быть, если вот это ощущение у меня остается, значит, все-таки правы те, кто говорит, что жизнь продолжается. Потому что если бы это раз и навсегда заканчивалось, то ощущения присутствия не было бы, мне так кажется. То есть это все испарялось бы. Вы знаете, вот Хали Берри, мне сказали, что она очень верит в реинкарнацию, что она обязательно в следующей жизни будет, я не помню, каким-то животным. Ну, таким, понятно, что красивым каким-то и диким, я уже сейчас не вспомню. Как вы относитесь к идее реинкарнации, вы считаете? Вы знаете, в нашей стране, например, в нашей стране, к идее реинкарнации можно относиться только с юмором, потому что я уверен, что будут такие люди, которые будут выкладывать где-то или писать объявление, что за какую-то сумму денег мы можем устроить так, что вы реинкарнируете в конкретного животного или в конкретного человека. Поэтому не знаю. Я верю в Бога, мне кажется, что, скорее всего, все встречаются там. А вот вам не кажется, что если мы говорим про заветы и про набор грехов, что, вы знаете, существует такое слово «update», что надо обновлять, что вот этот набор немножечко устарел, но как-то его нужно дополнить, то есть что-то убрать, что-то дополнить. Или вот, допустим, мне кажется, что сейчас совершенно не актуально в современных условиях, там вот идея прелюбодеяния, что не прелюбодействие, потому что сам институт брака очень размыт. Вы же знаете, что там существует, там тезис такой продвигается, что вообще надо от брака отказаться. Вот есть люди, которые говорят, надо отказаться от брака, это не актуально, это не современно. Да, есть люди, которые отказываются и от детей, что дети, это не актуально. Причем это часто те же самые люди, да, отказываются. Но при этом эти люди же, они тоже верующие, по позиционированию многие из них. Здесь как-то вот одно с другим не сходится. Вы знаете, я не думаю, что надо что-то там убирать, что-то дополнять, потому что вот эти заповеди, да, это есть некие аксиомы. Никто же не пробует сейчас доказывать аксиомы. Их не надо доказывать, аксиомы. Поэтому, ну это, допустим, для нас с вами это аксиомы, а для тех людей, которые вот высказываются в пользу адаптации традиций под современные условия, как они это называют, для них это, видимо, не аксиома, я считаю. Вот как вы, допустим, относитесь к идее, ведь помимо православия, ведь существуют и другие конфессии, и, допустим, как вы относитесь к идее многоженства, который принимается в исламе? Вы не считаете, что в современных условиях, допустим, это было бы на самом деле выходом из положения для очень многих? Для многих это было бы проблематично. Ну, не знаю, я бы не хотел обсуждать какие-то там преимущества или недостатки других религий по одной простой причине. Мое личное мнение, что Бог, конечно же, един. Просто, скажем так, каждый народ в силу своего менталитета, в силу своих традиций, он интерпретирует заповеди практически везде одинаковые. Все равно главное это любовь, главное это добро, и только это может не заставить, а дать тебе возможность жить вечно, но только в гармонии. Хорошо, ну вот вы на самом деле ушли от вопроса. Вот очень многие ваши коллеги, актеры и вашего поколения, и особенно люди старше, предыдущая волна, они, то, что называется, меняют жен, да, они уходят, как правило, более молодым. Я не знаю, правильно здесь слово уходят, но, во всяком случае, меняют жен. Как вы думаете, что лучше вот в этой ситуации с точки зрения социума? Когда человек, а человек имеется в виду социально значимый, вот такой, за которым следят журналисты, следят поклонники, это не просто какой-то бизнесмен или какой-то там простой человек, который там развелся, женился на более молодой, никому до этого дела нет. Здесь вся сторона видит, что актер А развелся там со своей женой Б и там нашел себе более молодую спутницу С. И огласка эта, она ведь очень, на самом деле, серьезно, ту женщину, которую оставили, она очень, ее ранят в этом смысле. А если бы можно было официально, как бы, вот, двоеженство было бы разрешено, то здесь бы никто бы не пострадал. То есть, просто бы, ну, семья бы расширилась. Не знаю. Не кажется, что это выход из положения? Мне кажется, что это не выход, выход из положения только один. Это честные взаимоотношения. То есть, если, невозможно жить, вот, поверьте, невозможно жить с нелюбимым человеком. Поэтому... Некоторые пробуют, тем не менее. Пробуют, но вот, ну, в результате это плачевно заканчивается. Потому что страдает либо тот, либо другой, либо оба. Скорее, вот, в большинстве случаев оба. И поэтому, если ты полюбил другого человека, то просто твоя обязанность честно признаться в этом, тому человеку, которого ты не любишь. Справедливо. Вот у вас, очевидно, совершенно очень высокая нравственная планка. Я бы так не сказал. Ну, вот это мое впечатление. Вот, допустим, сиюминутное. А в вашей работе у вас иногда бывали ситуации, когда вы хотели бы отказаться от роли или отказывались от роли, потому что вы считали, что это вот не отвечает вашим каким-то, ну, моральным установкам. Или такого не было никогда? С точки зрения морали, слава богу, не было. А с точки зрения чего было? С точки зрения... С точки зрения интереса. С точки зрения интереса. К сожалению, я иногда не отказывался от каких-то там ролей в силу того, что деньги нужны были. Ага. Ну, вот видите, все-таки золотой телец он иногда диктует. Нет, проще отправить этого телца в освояси, если ты один. Да, ответственность, кстати, конечно, за тех. А если ты не один, то, конечно, сложнее. У вас осенью будет мероприятие где-то на Дальнем Востоке, да? Какой-то фестиваль, что-то... Амурская осень. Амурская осень. Два-три слова. Вот могу сказать два-три слова буквально. Амурская осень, фестиваль. Первый раз, возможно, приму участие в этом фестивале со спектаклем «Жена на двоих», где мы на двоих эту жену с Игорем Косиловым делим, почти моим однофамильцем. Или я его почти однофамильцем. Сейчас разбираемся в этом. Так. Я не знаю, что это такое. Я вообще, видимо, не фестивальный человек, потому что я не посещал никакие фестивали, как-то не ездил. Приглашали, но у меня были объективные причины отказаться, потому что у меня была работа. Потому что, как правило, ты туда, если приезжаешь не работать, то ты приезжаешь работать. Понятно. Да, понятно. Ну что ж, 24 минуты прошло. Мне было интересно. Вот у нас совершенно забытые оказались животные. Мы ни разу их не пропиарили. Ах. Как-то я отдам. Это моя ошибка. Просто они очень приличные, интеллигентные животные. Они просто маленькие, мне кажется, еще. Нет, нет, нет. Мне кажется, они уже хорошо воспитанные. Хорошо, тогда мы так, когда мы их будем пристраивать, мы так и скажем, что Красилов дал ему рекомендацию, как воспитанным. Да, они с хорошим воспитанием. С хорошим воспитанием, как, собственно, и наш сегодняшний Кость. Большое вам спасибо. Спасибо.